Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка, Палыч на связи, как всегда, на этом самом месте встречаемся, сутрица, чтобы обсудить дела насущные, немножечко поговорить про Натали, поговорим про её последний ролик, там где губа решила убраться в диване, на диване, за грядушками, вычистить, так скажем, весь мусор, поговорим касаемо немножечко смешных комментов сегодня, комменты сегодня были такие, не то что смешные, но интересные очень, мы сейчас с вами их прочтём, и потом проанализируем. Ну не забываем лупануть Павловичу большой пальчик вверх, подписочку оформить, комментик написать, и всё как всегда, всё вы знаете, всё вы умеете, давайте с вами начинать. Значит у нас сегодня так хлопочет, хлопочет родимка, значит пылесосит диван, пылесосит, моет, вот знаете, обтирает, стирает и прочее, как хотите так и назовите, я себе, знаете, что представил, я себе в данный момент, когда нам пылесосило диван, я подумал, блин, сколько же там грязи на этом диване, и знаете, ни в коем случае, никакой там пыли, а грязи, имею ввиду, прямо, знаете, физические куски чего-то валяются, возможно, валяются куски, там, чипсов, остатки, там, орешки, ну то есть всё, что на диване естся вечером при просмотре фильма, всё это валяется на диване, я уверен, что, знаете, если когда она стелит простынь, если она вообще таковую стелит, то спиной она всё это ощущает, потому что, сами прекрасно понимаете, стоит на диване только немножко что-то съесть, и вообще лучше диван не есть, для этого есть кухня и стол, но если всё-таки ты съел на диване, вот сам недавно съел чипсонов на диване, блин, мама дорогая, потом и просто менял, всё менял, везде эти крошки, как ни крути, как ни старайся, а учитывая то, что станюх, они там поднакидываются хорошенько, и они там не то, что не стараются, там просто плюют в потолок, все эти лежат на этом самом диване, я ещё более того, уверен, что, знаете, когда вот там, ну в детстве так, порой некоторые дети делают, а не то, что некоторые, ну, может быть, какой-то процент, когда между грядушкой и диваном, даже такой какой-то прикол был раньше, такие мэмчики были, там можно было найти всё, что хочешь, от акулсков до фантиков и так далее, монетки какие-нибудь, вот я уверен, что у губы там всё это благополучно хранится, это вообще вот диван у неё, по сути, это лежбище, на котором не только можно вот эти предметы найти, там всё можно найти, трусы можно найти, лифчики Данюхины, ну, её там, естественно, может, когда кто-то ночует это, сняли там, подзатолкали там это, короче, вот такая вот в целом Дичандра, Дичандра, она и в Африке Дичандра, немножечко я отвлёкся, я хотел вам по поводу комментиков сказать, а потом дальше непосредственно продолжим касаемо уборки, коммент, кто-то хорошо сегодня написал такой коммент, почему отец с собой тарелку не убирает, это стыдно, ну, как бы, тут в пору сказать, что тут у них, в принципе, яблоко от яблока недалеко падает, она и губа-то не особо стремится убрать, лишь раз тарелку с собой помыть, собственно говоря, пример, он заразителен, ну, вот, как бы, возможно, от отца там всё это, как бы, исследовало, а вообще, дальше началась там дискуссия по поводу того, что кто-то начал писать, что ей эту труда никого не составляет, помыть тарелку, за отцом убрать и прочее, с одной стороны, как бы, да, но если бы она мыла, и если бы она убирала, это было бы таковым и актуальным, ну, мы же с вами по факту видим, что отец встанет, тарелки с собой не уберёт, на столе все они стоят, там, одну тарелку сложно с собой, представляете, помыть, учитывая то, что они там не едят разные разносолы, там, по пяти тарелкам, в одной тарелке суп и кусок хлеба лежит, всё, суп помыл тарелку с собой, притёр стол, ну, зачем стол притирать, если там мухи летают, всё поедят, ну, ладно, продолжение этого коммента, кто-то пишет, тоже всегда поражает, я понимаю, что папа болеет, но элементарные вещи же можно делать, посуду с собой убрать, сполоснуть даже, я уже не говорю, кастрюлю со сковородками мыть, но мелочь, что можно же было бы, и Наташе чуть-чуть полегче будет, вот нормальный коммент. И тут прям всё начинается, начинается, знаете, такие прям, это, защитнички Наталья, начинают прям писать, люди, вы о чём, кого судите, не уберёт и не уберёт, это их дела отца и дочери, можно подумать, у вас семья, всё по струне ходит, чашки, тарелки за собой, могут, убирают, как бы такой комментик, вот там, даже не знаю, что сказать, как бы, ну, наверное, норма, так как бы, для некоторых не убирать, там, всё оставлять, как бы, это, в принципе, дело каждого, кто как хочет, тот так и живёт, да, ну, просто интересные коменды такие почитать, дальше, никто никого не судит, просто правда, жалко смотреть на Наташу, она вся, она всю тяжёлую работу, она всю, она всю тяжёлую работу делает сама, ещё и по хозяйству, папа же раньше жил один, я полагаю, что он умеет и понимает, как убирать за собой, как же, думаю, мог бы, так же, думаю, мог бы Наталье сидя помочь, почистить картошку, или ещё что-нибудь, и готовка была бы быстрее, тоже, как бы, есть своя правда по поводу того, что один жил, и с собой думаю, всё, он там убирал, хотя я опять же говорю, у меня такие, порой складываются мнения, и какие-то идеи, что когда он там жил один, он, возможно, ел с пластиковой посудой, или прямо из кастрюли, чтобы, ну, если он сейчас с собой тарелку не моет, то что-то тогда изменилось, далее, возможно, пишет Танька, стыдно такие комментарии писать, всегда посуду мыла за своим отцом, это не труд, в этом и есть хозяйка, Наташа не работает, ей не трудно, как понять, не работает, а то, что она там все это обработалось, а тут уже не работает, ей не трудно, большинство работают, и ещё скотину держат в деревне, и огороды, помыть посуду не трудно, только для чего тут люди сравнивают с другими людьми, что огороды, скотина и прочее, у Губарева этого ничего нет, она ничего это не делает, ни скотину, ни посуду не моет, так, ничего страшного, помыть и убрать за отцом, каждая хозяйка в доме моет посуду, за всю семью, их всего два человека, там более она, тем более она не работает, опять же, то она работает, то она не работает, как бы вы уж определитесь, наконец-таки, мы говорим на канале, тут у нас, что она не работает, у нас там вы говорите, что она работает, как бы, где правда, вообще неизвестно, ну ладно, теперь далее, непосредственно касаемо всей этой уборки, мы немножечко подведём такой, знаете, с вами черту, я сегодня посмотрел на всю, на эту-ка неделю, под новым, знаете, ракурсом, я подумал, блин, губа до этого рекламировала, дезодорант, туалетную воду, какие-то, китайские такие, поддельные ароматы, ну ей это в пору, в самое то рекламировать, но почему она ни разу не рекламировала, знаете, стиральный порошок, чистящее средство какое-нибудь, для удаления жира, налета и прочее, ей вот, на самом деле, рекламодатели, если бы её заметили, было бы самое то, вот понимаете, прям вот прям в действии, реклама в действии, наиболее актуальная, то, что ей больше всего требуется, губарева, так поищи какие-нибудь такие биржи, бартеры, там где-то всё это есть, микромоменты, возможно, как бы найдёшь себе лишний килограмм халявного порошка, но опять же, как бы, тут уже выступает момент, знаете, некий подводный камень, это как бы дело, наверное, работает в кухне, где, наверное, будет немножко почище, где будет почище, не столько жира будет и прочее, потому что все эти вот чистящие моющие средства, полоскающие, мне кажется, с губарев, они как бы ни капельки никак не подействуют, и столько уже этого жира, сала, ничем уже не смыть, только огнём, нет, наоборот огнём, если пол это отрать, там выкинуть жечь, вот только вот таким способом всё это можно сделать, ну ладно, значит, поводя опять же черту, ещё раз повторимся, очередная серия, дичандра, очередная серия, ни о чём, сделала обычные такие хлопоты, повседневные, кто из вас женщины каждый день что-то делает, занимается, присутствует, убирается, готовит и прочее, ну за это как бы всё перетрудилось, это работа сегодня, как-никак, потом ещё степки поставила, в огороде что-то воздухом подышала, на этом всё как бы, надо похвалить, поставить лайк, донатик можно, возможно, сбросить, но это по желанию, естественно, кто ей хочет, тем самым, поддержав Наташку, чтобы она купила лишний килограмм купат и продолжала дальше не работать, как-то оно так бывает, всё, большое спасибо, что посмотрели мой ролик, те, кто подписался, кто поставил лайк, дизлайк, и вообще любую проявил активность на канале, всем большое спасибо, с вами был Игор Павлович Княжин, увидимся с вами очень скоро, всем пока, всем пока, пока.